Новое видео выходит каждый день в 20.00 В который раз я уже замечаю, что у людей есть одна такая, знаете ли, очень странная особенность, которая связана, наверное, знаете, с какой-то вот ленью, прокрастинацией, вот со всеми прочими вещами, потому что, ну вот, я не впервые уже такое замечаю, даже за собой у меня такое бывает, что вот человек начинает браться за голову, когда уже всё, когда уже какой-то кромешный пиздец происходит, когда уже реально, блядь, ну просто пизда, то есть уже всё проёбано, уже всё какой-то пиздец, только тогда приходит осознание того, чё вообще, блядь, происходит. И вот это вы знаете про адванс ролеплей у нас сегодня будет такой, знаете ли, опять-таки разговор, монолог и так далее. Адванс, в общем-то, идёт по стопам даймонд ролеплей. Если раньше даймонд ролеплей всячески копировал мод адванс ролеплей, и поначалу вот даже какие-то алды, которые играют на даймонд ролеплей, вот с такого, знаете, ещё с первого сервера, который назывался только вот даймонд, они могут вам сказать, что вот, ну, даймонд поначалу был реальной копией адванс ролеплей, то есть там всё было практически идентично. То есть прям вот ты смотришь реально даймонд ролеплей, ага, даймонд ролеплей, И как обычный какой-то сервер, если на него смотреть в вакууме тогда, то это был неплохой сервер на то время. А если посмотреть не в вакууме, а просто вот в целом ситуацию игровых серверов там на рынке, да, и так далее, то вот, знаете ли, смотришь на Diamond, и смотришь ты такой, типа, на Advanced Roleplay. И вот, ну, какой-то пиздец. Вот просто смотришь, типа, ну, пиздец. Вот, то есть, настолько всё было похоже, то есть, даже люди, которые там как-то за деньги вот платные снимали, отмечали такое, что, ну, похож, похож, да, но нужно подождать немного, и вот, вот-вот там всё изменится. И в самом деле всё изменилось, игра, вы знаете, многократно перевернулась. У Advanced Roleplay был, знаете, такой большой достаточно ютубер-митинг-шоу, который приводил на проект большое количество онлайна, делал разнообразный конкурс. Ну, знаете, вот всю вот эту свою иллюминацию, вот эту вот карликовую хрень, потому что митинг, хочу вам напомнить, это карлик-ворк, который крадёт большое количество разнообразных вещей у других людей и на этом как-то пытается заработать, пытается что-то для себя там получить, как-то, знаете ли, нажиться, потому что издревно, издревно карлики, они не могли победить в прямом столкновении с какими-то, там, знаете ли, громилами или просто с обычными людьми, там, знаете, с крестьянами какими-нибудь, да. И вот занимались таким, вот, знаете, грабежом, да, то есть ночью они проникали в дома, вскрывали замки и вот выносили абсолютно всё, что было в доме, там, какие-то, знаете, кошельки, брелки, сумки, там, мелкие вещи и всё такое. Ну, ладно, ладно, это я уже немного не в ту сторону пошёл, все уже и так прекрасно знают, что митинг это карлик-ворк. Кто не знает, тот, наверное, был, я не знаю, в каком-то опять же в вакууме последние, там, несколько месяцев, потому что митинг реально уже показал всю свою сущность, а то, кем он является, он является настоящим карликом-вором, который, знаете ли, посягает на имущество других людей. И вот, адванс ролеплей этого самого карлика-вора, они его, как бы, проебали, да, наверное, они уже охуели от того, насколько много он крадёт у них денег, таких, знаете, которые предназначены на рекламный бюджет, на какие-то рекламные затраты. Они просто смотрят, этот карлик, он все деньги себе уже, там, в карман взял, и всё, и уже улетает, там, куда-то на Мальдивские острова, там, на Таиланд, Пхукет, там, все прочие вещи, и вот многое-многое другое. Однако, ладно, это, ну, не важно, это абсолютно сейчас не важно, потому что мы сегодня говорим с вами про адванс ролеплей в сравнении с даймонд ролеплей. Вы знаете, очень хорошо прослеживаются такие однотипные действия у них, то есть, поначалу делаешь что-то даймонд, а потом адванс за ним, как какой-то, знаете ли, я не знаю, дельфин, да, дельфин, вот, потому что дельфины, я не знаю, какие-то акробатические трюки делают, то есть, один делает, а другой, как бы, за ним повторяет, поэтому кто-то постоянно вот впереди поезда, вот этого вот самого, там, локомотива, да, и многое другое. И вот, адванс ролеплей как раз-таки является вот таким вот дельфином из области морских тварей, вот этих вот самых, и адванс, он, знаете ли, он прекрасно все повторяет за даймонд ролеплей. Вот, допустим, даймонд ролеплей закрыл там какие-то сервера и так далее, и вот адванс ролеплей тоже решает закрыть сервера. Там, даймонд ролеплей вводит голосовой чат, и адванс ролеплей тоже уже вводит голосовой чат, об этом в инстаграме сказал, там, в комментариях в инстаграме сказал Андрей Ринга, вот этот вот Андрей Пантелеевич Ринга, и вот многое-многое другое, то есть, он реально, он подтвердил информацию о том, что голосовой чат на адванс ролеплей будет. Пока что непонятно, как это все будет реализовано, скорее всего, опять через какой-то там, знаете ли, скрипт, либо через лаунчер, но я уверен, что у адванс ролеплей сейчас дела идут плоховато, поэтому, скорее всего, это все будет происходить через скрипт, а не через лаунчер, потому что уже даже, знаете ли, SAMP RP, вот, казалось бы, SAMP RP, да, один из самых старейших проектов в GTA SAMP, и вот даже он обгоняет вот этот вот самый, да, адванс ролеплей, да, и это уже, ну, становится как-то абсолютно не смешно, когда адванс ролеплей проект, который владел таким, вот, знаете, ютубером, ну, опять же, таки, карликом вором, но, тем не менее, онлайн он приводил, а профит какую-то, знаете, конверсию с деньги-игроки он делал, и все, как бы, было нормально, а сейчас просто вот адванс ролеплей проебали митина, и все дела у них как-то пошли немного, знаете ли, так, на смарочку, и непонятно вообще, как, что, и что дальше вообще будет с адванс ролеплей, как они планируют существовать на этой планете, на планете Земля и на всех прочих планетах, потому что, ну, это в самом деле, это уже не смешно, это уже реально страшно, то есть ты реально смотришь и вот так вот боишься за судьбу адванс ролеплей, думаешь, пиздец, наверное, они скоро, блядь, умрут, осталось только думать, кто же умрет следующим, если адванс сейчас не возьмется за голову, как бы, а не начнет делать что-то нормальное, там, знаете ли, закупать, это сменит хотя бы, блядь, того же PR-менеджера, потому что это просто невозможно с этим человеком общаться, много, очень много жалоб на этого PR-менеджера, я не знаю, как его до сих пор держат, то есть жалобы на то, что игнорируют, жалобы на то, что просто там ролики не отсматривают, тот же видеоролик от Фейзера, где он говорит, что его, блядь, просто кинули, блядь, не отвечали, и он просто не знал, что делать, ушел на Аризону, правильно сделал, там сейчас поднимает себе вот эти вот все просмотры, там вот эти вот деньги себе поднимает, все проще, красава, молодец, то есть про Фейзера ничего плохого сказать не могу, как и не могу сказать ничего хорошего, как бы, просто зарабатывать деньги, и ничего плохого при этом не делает, красава. Фейзер, это, наверное, вот даже, знаете, это какой-то, вот, я не знаю, барон геймкоронос в улучшенной версии, да, то есть это то, во что должен был превратиться барон геймкоронос, там, спустя несколько лет, вот, активной вот этого, знаете ли, деятельности, однако у барона геймкороноса ничего не поменялось, он как бы в армии сейчас служит, красава, реально защищает родину от всяких врагов, вот этих вот, знаете, дедов с запада, там, с востока, с юга, там, с какого-нибудь, да, там, с Средиземского моря, допустим, да, там, с еще каких-то, там, от пиратов Крипского моря, он также защищает нас всех, красава, то есть, Сергей барон геймкоронос, он реально, он защитник всех нас, а вы даже не знаете его отчество, да, вы даже фамилию его не знаете по факту, но, скорее всего, у меня есть такая инсайдерская инфа, скорее всего, фамилия Комаров, вот, возможно, нет, возможно, да, я не знаю, Серега барон геймкоронос, как бы, как ты на это отреагируешь вообще, как ты все это сделаешь и все прочее будет у тебя, ну, я не знаю, я, в самом деле, не знаю, как у тебя там все это получится, как ты все это сделаешь, проверяешь и так далее, да, мне, в общем-то, и похуй, да, Серега барон геймкоронос, как бы, извини, реально, за то, что я так сказал, реально, я что-то немного лишнего себе позволил, бесу погнал, ты у нас сейчас военнослужащий, ты, как бы, и отпиздить можешь, соответственно, либо тебя могут отпиздить, да, то есть, и все вот как-то так нерадужно получается для барона геймкороноса в любых, как мне кажется, случаях, в любых проявлениях вот всей вот этой вот его агрессии и всего прочего, однако, мы все равно отвлеклись. Так вот, что хочу сказать под конец уже самого вот этого вот немного коротенького видеоролика, уж извините, да, всего там на каких-то 10 минут вышло, то есть, это реально ничтожно, в следующий раз постараюсь выпустить ролик на полчаса. Так вот, что я могу сказать в заключении всего этого? Адванс роли плей, к сожалению, помирает, у них даже каких-то, знаете ли, таких адекватных, креативных идей нету, они уже начали повторять за теми, кто ранее повторял за ними, то есть, никакого, какого-то, блядь, я не знаю, чего-то нового, да, нету. Конечно же, многие могут сказать, что что-то новое придумать в САМПе достаточно сложно, но взгляните на тот же САМП РП, вот просто посмотрите на него, смотрите, вот что он просто сделал, работу электрика, хорошо-хорошо, в интерфейс какой-то, в систему САМП РП вписалось, вписалось, игроки довольны, игроки довольны, всё, как бы, что ещё надо, непонятно, а тут вот, знаете ли, Diamond Roleplay закрывает сервера, Advanced Roleplay закрывает сервера, там, я не знаю, Diamond Roleplay завтра закроет свой проект, как бы Advanced Roleplay послезавтра закроет свой проект, и как-то всё будет именно так. Ну, разумеется, Advanced Roleplay кому-то жалко, мне не жалко, мне там, знаете ли, удалили, или я даже не знаю, как это сказать, обнулили аккаунт на Advanced Roleplay Orange, и до сих пор никто не знает, как это произошло, что с этим сделали, я просто не знаю, да сейчас Orange-то, в общем-то, не существует, мне абсолютно похуй, я поднял на свой основной канал первую аудиторию на этом самом Advanced Roleplay Orange, вот, и поэтому, ну, как-то всё, оно происходит именно так. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, Advanced Roleplay, к сожалению, в очередной раз умирает. Всем спасибо, всем пока.